Игорь, привет! Привет! Давайте представим нашего гостя. Или давайте начнем с того, что, Игорь, расскажи пару слов о себе. Ну, меня зовут Игорь, я разработчик, очень приятно. Я работаю в компании Querify Labs и я занимаюсь разработкой новых СУБД, как бы это странно ни звучало. Вот в компании я занимаюсь разработкой непосредственно движков исполнения, то есть это то, как ваши запросы исполняются уже внутри базы данных. А до этого ты участвовал еще в разработке Apache Ignite, где занимался как раз-таки еще и транспортными протоколами. Вероятно, из-за этого каким-то образом твой доклад про это сегодня и будет. Ну, да, у меня был подобный опыт, но там на самом деле я не занимался транспортными протоколами, я там занимался транзакционными протоколами и их доработкой, вернее, ускорением. Это важное уточнение на самом деле. А еще, еще Игорь участвовал в разработке распределенной Cloud Native, самой крутой базы данных, Яндекс.Датабейс, которая почему-то называется Яндекс.Датабейс. По-моему, я слышал, что ее сейчас называют Яндекс.Датабейс. Так же, как и конференцию от Яндекса, да? И сейчас ты работаешь в Quarify Labs, а вы можете заметить на плашке снизу, что Quarify Labs входит в число партнеров конференции, спонсоров, за что им большое спасибо. Но Игорь здесь... Иначе будет не очень слышно. Андрей предупредил Игоря, что нужно говорить чуть ближе в микрофон. Чуть более в микрофон. Да. При этом сам продемонстрировал, как делать неправильно. Но, смотрите, Игорь сегодня, сейчас выступает в главной студии, а дальше будет доклад про Apache Arrow. Что это за штука? Расскажи, пожалуйста, в двух словах. Ну, Apache Arrow — это колоночный формат данных, а также фреймворк для работы с колоночным форматом данных. И он нам очень помогает при построении колоночных движков исполнения, которые мы, собственно, используем и реализуем в наших проектах. Вот. И я расскажу о некоторых особенностях этой библиотеки, почему мы ее используем, почему она быстрая, и вообще, что лежит с этой самой скоростью. То есть, как реализованы эти ключевые характеристики этой библиотеки? У меня отсюда два вопроса. Вот когда ты говоришь колоночные, то есть колоночную мы противопоставляем стандартным табличным базам, да? Ну, да. Собственно, данные внутри базы данных, они могут обрабатываться либо в виде таблов, либо в виде колонок. Соответственно, так мы читаем по горизонтали, так по вертикали. И в этом, собственно, есть та инновация, которая нам позволяет получить другой экспириенс с точки зрения скорости обработки данных определенного какого-то формата. Да, я буду об этом рассказывать, в том числе, на своем докладе. Колоночный формат предоставляет определенный способ доступа к данным, который, собственно, раскрывает некоторые возможности, с помощью которых мы можем ускорять запросы. Правильно ли я понимаю, что, отвечая на вопрос про то, а зачем вообще разрабатывать новые базы данных, мы исходим из того, что появляются какие-то новые юзкейсы и новые какие-то задачи в обработке данных. Невозможно все запихнуть в тот наш старый добрый табличный формат и при помощи него жить. Ты подводишь к вопросу о том, зачем создавать новые базы данных. Давай вот как бы самых основ. Вот чего не нравится людям, а? Чего они еще ищут? Есть же современные базы данных. Тарантул, например, да? Очень современная престарелая база данных. Зачем нужно еще? Ну, как уже сказали, появляются новые сценарии, и, собственно, как ответ на эти новые сценарии появляются новые базы данных. То есть, ну вот, например, раньше мы могли хранить все данные буквально на одном сервере, данных было совсем немножко, мы могли их кверить, и достаточно эффективно. Потом данных стало прям очень много, и ресурсов одного сервера уже недостаточно. У нас начинается век распределенных баз данных, век in-memory баз данных, in-memory компьютинга и далее. Появился интернет вещей, и нам понадобилось хранить много данных в виде таймсерии. И появились специальные базы данных для обработки таймсерии. Далее у нас приложения, которые предоставляют некоторые сервисы для людей по всему миру. И в ответ на этот юзкейс появляются у нас геораспределенные базы данных, такие как, например, как Roach. Ну, и далее очень много разных специфичных сценариев. Например, документоориентированные базы данных, такие как MongoDB. Что еще там вспомнить? Какие-то там стриминговые решения, например, Apache Flink, который тоже обладает некоторыми… Так сказать, это не настоящая база данных, но он обладает некоторыми характеристиками базы данных. Например, предоставляет пользователю SQL-интерфейс. То есть можно выполнять запросы в Apache Flink. Некоторые даже спорят, что… Или как бы задают вопрос, Kafka это база данных или нет. То есть вроде как изначально у нас есть средства для передачи сообщений, да, там тот же стриминг и там топики, соответственно. Но вроде как можно и хранить данные там, и можно там тот же SQL-интерфейс использовать, который ты упомянул. Ну да, если вообще смотреть в суть, то что такое SUBD, это система управления базами данных, система управления данными. То в данном случае как бы Kafka имеет данные, хранит данные, позволяет получать эти данные. Так что она обладает многими характеристиками базы данных. Так что можно, наверное, ее и назвать базой данных, в том числе некоторые особенные базы данных. Сделали вот такой небольшой introduction. То есть базы данных – это все, что угодно, что работает с данными. С какими базами данных работаете вы? Есть какая-то специфика? Ну да, так получилось, что большинство наших проектов в компании, они связаны с аналитикой, и мы работаем в основном с аналитическими базами данных. То есть это такие базы данных, которые способны выполнять максимально быстро большие развеситые запросы. Это что-то типа слова alab, которое вот приходит? Да, да, это типа этого самого слова. То есть есть транзакционные базы данных, наши там наиболее привычные нам, да, там, где мы данные добавляем, изменяем, там, не дай бог, удаляем, и, ну, запрашиваем, как правило, там из одной или нескольких справочных таблиц данные, да. А в случае Solab у нас, значит, много-много таблиц, которые мы там регулярно всячески разными способами объединяем для того, чтобы получить то, что просит пользователь. Правильно ли я описал специфику, и что для нас это, в принципе, значит? Ну, в целом, да, довольно правильно. Я тоже на своем докладе буду описывать разницу между OLTP и alab сценариями. Дело в том, что OLTP – это в основном транзакционная нагрузка. То есть это очень маленькие транзакции, это вставка изменений и какие-то небольшие запросики. И нам необходимо выполнять эту вставку максимально быстро, нам здесь важна консистентность. Мы получаем данные не по всему датасету, а по определенным выборкам, по определенным фильтрам. Нам нужны индексы, чтобы максимально отрезать максимально большое количество строчек, чтобы получить те данные, которыми мы интересуемся. Ну и в то же время OLAP сценарий – это прям такие широкие запросы по небольшому количеству колонок. И в OLAP таблицах таких колонок может быть прям очень много, там сотни колонок. И мы гоняем запросы по этим колонкам, по всему датасету. Это сложные различные запросы с подселектами, с множеством джойнов, агрегатов и прочее. Ну, собственно, OLAP – это в основном про аналитику, про сложные запросы. Вообще, есть мнение, что по сложности софт делится на несколько категорий. Наверное, самый сложный софт, который разрабатывать – это операционные системы. Чуть попроще, наверное, разрабатывать базы данных. И дальше там драйвера, прикладное программное обеспечение. Вот вообще, для того, чтобы создать движок базы данных, наверное, нужно обладать какой-то экспертизой. Раз, довольно обширный. Второе – иметь достаточно сценариев. Ну, пользователи, которые эту базу данных смогут использовать и очевидны будут преимущества перед закастомизированным пасгрессом у вашего движка. Потому что базу данных просто так за вечер вряд ли сможете написать. Ну, на самом деле, я немножко развенчаю миф. Написать базу данных довольно-таки просто. Мы живем в современном веке, и многие вещи для нас уже придумали. То есть базу данных можно реализовать, просто комбинируя, так сказать, уже готовые компоненты для баз данных. Мы можем использовать планировщики из замечательного проекта Apache CallSight, который мы используем на многих наших проектах, который, по сути, является готовым оптимизатором. Мы можем использовать Arrow. Это уже готовый формат представления данных в рантайме, а также он представляет очень много, так сказать, примитивов для построения движков исполнения. Соответственно, Arrow предоставляет Arrow Flight Framework для коммуникации между узлами. Все, что нам нужно, это приделать какой-нибудь там Storage Layer. Мы можем использовать тот же самый ROXDB для хранения данных. И вот у нас уже почти готовая база данных. Мы просто скомпоновали ее из кусочков и, в принципе, уже способны выполнять некоторые простые запросы. То есть ты говоришь, что можно базу данных заляпать, но за несколько рабочих дней. Ну, за несколько рабочих дней это довольно оптимистичный прогноз, но за пару недель какой-то действующий прототип, в принципе, вполне реально создать. А часто ли к вам приходят с такими запросами? Вот сделайте нам новую базу данных без пасгресса, но как это, с покером. Но круче. На самом деле, да, к нам приходят с такими запросами. То есть многие проекты, над которыми работаем, это абсолютно новые системы управления данными. Клиенты наши, они обычно начинают свои проекты с какими-то уже известными решениями. И бывает так, что со временем они натыкаются на какие-то юзкейсы, которые не очень хорошо работают в том решении, которое они используют. Ну и, соответственно, они приходят к какой мысли, вот нам бы такую базу данных, чтобы она умела делать вот это, вот это и вот это, остальное нам как бы не важно. Вот. И отсюда, собственно, и рождаются наши проекты. То есть клиенты приходят к мысли, что им нужна кастомная база данных с определенным набором характеристик. Они описывают эти характеристики и начинают создавать новый продукт. И сколько у вас таких уже проектов, которые вы, ну, более-менее успешно разработали? Здесь мне будет довольно сложно ответить на этот вопрос на самом деле. Большинство наших проектов, они в процессе разработки. А можешь ли ты тогда приоткрыть немножко подробности внутреннего процесса, который существует в компании, да, вот, ну, то есть там пришел запрос, вы его квалифицировали, да, нужно разрабатывать, там, оценку какую-то сделали, что-то выкатили. Что потом? Ты приходишь, открываешь ноутбук и начинаешь собирать базу данных? Вот. Как организован процесс? За две недели, как сказал Игорь. Процесс организован на самом деле по-разному. То есть мы стараемся, как бы, предоставить опыт максимально комфортный для наших клиентов. То есть к нам могут быть, приходить разные запросы. Бывают запросы чисто исследовательского толка. То есть, ну, клиент задается некоторые задачи, и ему интересно, как, в принципе, возможно, с помощью каких алгоритмов, каких подходов эту задачу решить. Что существует на сегодняшний день, как, ну, что можно получить сверху. Есть запросы уже вполне такие конкретные. Вот у нас есть некоторая система, мы хотим к ней прикрутить SQL. Вот. Мы тоже занимаемся подобными проектами. Ну, и бывают прям большие масштабные многолетние проекты, когда клиенты приходят к осознанному решению о создании новой базы данных. А часто ли приходят с запросом что-нибудь прикрутить к блокчейну? То есть, ну, такая хайповая история, там, последние несколько лет. И вроде как единственная-то проблема, надо объединить два этих мира, там, блокчейн и оффчейн, да, и всем будет хорошо. Погоди, Андрей, блокчейн – это же тоже база данных. Возможно, но, кажется, к ней SQL не так легко писать. База данных только очень медленная. Вот так я бы сказал. Очень-очень медленная. Зато обладает хорошей observability. И все же, есть ли запрос у индустрии или, соответственно, у заказчиков на то, чтобы вот эти два мира подружить? Ну, вот прям такого запроса к нам пока не поступало. Но я вполне допускаю такой вариант развития событий. То есть, вы бы не отвергли, а сели бы вопрос исследовать? Да, мы бы сели в первую очередь исследовать этот вопрос и как можно подружить эти два мира максимально эффективным и правильным способом. Можно я задам вопрос? Вот ты говоришь, блокчейн – это база данных, но она очень такая неторопливая, медленная и так далее. Давай поговорим про производительность. Во-первых, как мерить, какие критерии вообще применяются к тому, чтобы оценить скорости базы данных? Ну, традиционно база данных оценивают с двух точек зрения. Это время отклика и количество запросов, которые, в принципе, способны исполнить база данных. То есть, это latency и throughput. Аналитика – это больше все-таки про throughput. Мы здесь можем стартовать запрос достаточно долго, но поскольку у нас эти запросы, они прям очень развесистые, они бегут очень долго, бывает по несколько минут, бывает даже по несколько часов на оформлевание результата. Здесь нам максимально важен именно throughput подобного рода система. То есть, как много данных она способна сквозь себя провести до конечного пользователя. Ну, и, соответственно, здесь нам важна именно эффективность реализации тех или иных операторов, которые мы используем при построении движка и исполнении. Операторов ты имеешь в виду, операторов работы с данными? Ну, да, я имею в виду именно реляционные операторы, такие как фильтрация, проекция, агрегация, либо джойны. Так, погоди, сейчас буду загибать пальцы. Значит, throughput ты сказал, и второе – это скорость выполнения операций, да? Ну, это взаимосвязанные вещи, то есть, чем эффективнее работает каждый оператор внутри нашего пайплайна, тем быстрее, собственно, тем эффективнее работает весь пайплайн в целом. То есть, здесь необходимо максимально эффективно предоставить максимально эффективную реализацию для каждого из операторов. Смотрите, мы уже достаточно много поговорили про прикладную часть и даже про производительность, но есть третий столб – безопасность. Вот база данных и безопасность – это, кажется, ну, как вещи, которые должны идти вот-вот прямо вместе, потому что одно дело там пофильтровать эффективно и очень быстро выдать данные, другое дело очень быстро выдать данные тому, кто к ним не должен иметь доступ. Вот работаете ли вы с базами данных в этой части? У нас есть один из проектов, который как раз связан с разграничением доступа к данным. Но вот тут вот каких-то прям инсайтов я не смогу выдать, так как я с ним не работал. Возможно, к следующему G-Point, потому что тема, мне кажется, насущная. Мы часто слышим про какие-то утечки и кажется, что, ну, понятно, что не всегда, наверное, там непосредственно через интерфейсы базы данных люди туда попадают, да, но тем не менее. Вопрос. Ну, вообще, мне кажется, следующая тема – это блокчейн все-таки. Давай блокчейн на Joker, а на следующий G-Point тогда будет уже безопасность. Мы отлично все распланировали. Договорились. Есть еще один вопрос, на который вот хочется попробовать получить ответ. Смотри, то есть компания Querify Labs. Ну, на самом деле, вот я когда спрашивал про внутренние процессы, я хотел получить в том числе и ответ на вопрос, а много ли вас вообще, ну, таких специалистов, да, и там ждете ли вы новых ребят к себе на работу, воспитываете ли молодежь? Да, нас, к сожалению, не так уж и много, как хотелось бы, но мы активно нанимаем, так что многие из зрителей G-Point могут вполне перейти по ссылочкам. Я так полагаю, что есть ссылки на наши странички, на открытые вакансии, и посмотреть, попробовать себя в мире… В мире разработки… Да, в мире разработки движков Вазданна. Игорь, у меня к тебе вопрос. Вот G-Point. Сколько раз ты был на G-Point? О, прям сложно вспомнить. Я так достаточно активно посещаю Joker и G-Point. И первый раз с пикером. Да, с пикером первый раз. У меня к тебе вопрос. С каким словом, одним словом ассоциируется G-Point у тебя? G-Point? Довольно сложный вопрос, на самом деле. Да ладно, давай уже, тут это, сеанс психотерапии. Да, наверное, все-таки с некоторым хардкором. Вот, ты поравильно попал в точку. Это импровизация, мы не договаривались. Мы сейчас с вами говорим, как процесс разработки, а нужно ли нам базу данных вообще. Давайте по существу. Хватит уже тут наматывать сопли. Короче, расскажи про технологии. На чем пишутся базы? Какие должны быть скиллы у человека, который сидит и такой думает, как мне задолбало парсить XML? Хочу что-нибудь серьезное. Хочу парсить SQL. Хочу парсить SQL. Да. G-Point. В начале J, значит, что-то связанное с Java, вероятно, но не все. Итак, давай по технологическому стеку. По технологическому стеку база данных состоит из нескольких компонентов. То есть это слой хранения, слой исполнения, это оптимизатор запросов. В качестве оптимизатора запросов на многих проектах мы используем Apache Calcite. То есть это написано на Java Framework, который занимается непосредственно парсингом SQL, его валидацией и оптимизацией. Игорь, уточняющий вопрос. Вот смотри. Слой хранения данных. Я правильно понимаю, что слой хранения данных? Я вот файлик открыл, туда написал 10 строчек и написал приложеньку Public Static VoidMain, которая этот файлик зачитывает и выводит на экран. Вот у меня типа Data Layer готов. Квыря готова. А теперь нужно еще накрутить туда язык и исполнитель запросов. То есть получается, что я могу взять все, что угодно. Файлик, память какую-нибудь могу взять, что-то еще. Файлик, S3. Да, да, совершенно верно. А мы же про облака еще, да? Да. А вот это вот исполнитель и оптимизатор, это что такое? Что это значит? Исполнитель — это, по сути, у нас набор процессов, которые, собственно, занимаются трансформациями данных. То есть это процесс, в рамках которого запущен Data Transformation Pipeline. Таких процессов может быть много, он может быть один, они могут быть на одном узле, они могут быть на нескольких узлах, и в таком случае это у нас уже распределенная система исполнения распределенных запросов. Такие исполнители, мы их пишем довольно-таки часто на плюсах с использованием библиотеки Arrow. То есть это набор computation kernelов и некоторый pipeline, который их использует. И мы там, собственно, трансформируем данные. Но для того, чтобы трансформировать данные, нужно понять вообще, как их трансформируют. То есть мы должны каким-то образом распарсить запрос. Да. Кто этим занимается? В данном случае за это ответственен как раз Apache CallSite. Но ты говорил, что это оптимизатор. Я думал, что оптимизатор — это который… Да, это оптимизатор, но не только. Это оптимизатор, это парсер, это валидатор. Андрей, ты как будто на G-Point первый раз. По поводу этих технологий уже были доклады, на самом деле. Там можно пересмотреть. Вот в предыдущие годы и про кальцит говорили, собственно говоря. Владимир Озеров выступал. Владимир Озеров выступал и на Гидре. И, кстати говоря, давал интервью тоже. Посмотрите, если интересуетесь темой. Это прямо такая штука. Не хочу отходить далеко от кишочков, но на самом деле, дополняя твой вопрос, хочется спросить, насколько верно утверждение, что баз данных много, но язык для них для всех один. Вот SQL, сколько лет его уже побеждают, улучшают и ищут альтернативу, но все никак не найдут. Кстати говоря, про SQL. А какая сейчас самая модная версия? Там же периодически обновления, так сказать, выходят. Вышло ли что-то лучше NC92? Да. В лучшее NC92 еще ничего не вышло, поскольку он поддерживается большинством баз данных. Ну, 92. Ну, нет, на самом деле это шутка, конечно. Год, да? Да. Есть очень много инициатив по стандартизации SQL. SQL на самом деле это прям целая такая амбрелла над неимоверным количеством диалектов. Практически каждая база данных предоставляет какие-то свои специфичные для этой базы данных параметры, свои какие-то команды, свой синтаксис. И, соответственно, это тоже, собственно, является SQL определенным диалектом. И таких диалектов прям неимоверное множество. То есть я бы не сказал, что SQL прям один. Его очень и очень много. А зачастую гораздо больше, чем хотелось бы. Ну, здесь я, наверное... Вспоминается мем про то, что у нас 14 стандартов SQL. Это все задолбало. Давайте сделаем один классный стандарт. Пятнадцатый. Пятнадцатый. Просто про много SQL. Ведь если брать технические интерфейсы к базам данных, они зачастую тоже работают через SQL, но с каждой субэдэ есть своя серьезная специфика. И тот, кто освоил на хорошем уровне, я не знаю, Oracle, не может взять и переиспользовать все свои скиллы в том же пазгре. Хотя они там очень-очень похожи. Да. В рамках SQL вообще различают DML-запросы и DDL-запросы. Вот. DDL-запросы, они практически всегда очень специфичны от базы к данным. От базы данных к базе данных. То есть даже просто синтаксис Create Table порой очень сильно различается между разными вендорами. То есть там уже как бы очень много специфики, которые нам дает та или иная субэдэ. И, собственно говоря, то есть с одной стороны есть тот слой, который позволяет выжить максимум, но еще нужно знать, что подать на вход вот этому самому, как сказать, тому, кто считает план выполнения. То есть тому, кто определяет, как эффективно действовать. То есть есть всегда какие-то хенты, подсказки, какие-то ухищрения. Вот есть какой-то универсальный, скажем так, рецепт, как сделать быстрый запрос? Это прям очень провокационный вопрос. Если бы был такой святой грааль оптимизации запросов, то никакие бы хенты нам бы никогда не понадобились. На самом деле любой хент — это подсказка оптимизатору, что делать в той или иной ситуации, чтобы он не рассматривал какие-то заведомо негативные сценарии. Но в данном случае для того, чтобы максимально эффективно исполнить тот или иной запрос, нам нужен максимально продвинутый оптимизатор. У меня вопрос такой. Вот если мы говорим про такое легкое создание нового движка баз данных, то что ты можешь сказать про то, что… Ну вот мы взяли, сляпали какой-то там очередной движок под определенные нужды, вроде как работает, и в какой-то момент либо вводные поменялись, либо мы на каких-то тестах вскрыли проблему. Насколько легко поменять какой-нибудь кусочек, не знаю, ни кольцита, что-нибудь другое впилить? Насколько этот Франкенштейн вообще переживает легко ампутацию того или иного органа? Ну, если мы смотрим прямо на выдергивание одного большого блока и замены другим большим блоком, то вот сейчас на ум приходит как раз инициатива, которую драйвит в том числе ERO Community. Это такой проект Substrate, который описывает некоторый генерализированный язык взаимодействия между оптимизатором и слоем исполнения. И, собственно, оптимизатор у нас работает над планом, и он выдает этот план в виде Substrate дерева исполнения, которое мы просто передаем в наш Execution Engine и исполняем. И вот в такой вот замечательной картинке, в принципе, мы можем взять и поменять один оптимизатор на другой. Главное, чтобы они просто поддерживали формат Substrate. Или мы можем даже взять и поменять один Execution Engine на другой, и тоже главное, чтобы они его поддерживали. Но в текущий момент эта инициатива, она находится в разработке, и вот лично я прям возлагаю на нее большие надежды. Это бы было прям очень здорово делать такие плагабл датабейзес, где мы можем прям выдернуть один компонент и заменить его другим. Смотри, ты вот сказал, что оно сейчас в разработке, а принимаете ли вы участие в разработке соответствующих стандартов? Ну или там расширение вот этих вот инициатив? И какое вообще место у российских датабейз-строителей, ну назовем так, у российского комьюнити в общемировых трендах? Что касается нас, мы принимаем участие как раз в развитии проекта Apache CallSite. То есть в тех активностях, в тех коммитах, которые приходят в проект. Что касается прям места российского комьюнити в мире баз данных, ну у нас есть Postgres Professional, и очень много коммитов от русских разработчиков идут, собственно, в Postgre. Это прям такой большой-большой пласт работы, которыми как раз занимаются наши соотечественники. Также есть ClickHouse, который недавно, собственно, ну как недавно, от опенсорсился целиком и полностью. И тоже является таким прям неотъемленным инструментом для построения многих-многих систем. То есть это тоже как бы заслуга в том числе русских разработчиков. Ну и я думаю, в принципе, у нас еще есть потенциал на создание новых и новых баз данных. Вот. Я смотрю на моих коллег, на тех людей, с кем я встречаюсь там на конференциях, на каких-то там профессиональных мероприятиях, и у нас очень много прям классных-классных инженеров. Кстати, про профессиональные мероприятия. Вот что ты персонально для себя выбрал бы в качестве участия среди профильного сообщества? Ну, кроме G-Point, естественно, конечно. Это вопрос касательно тех конференций, на которых я заинтересован. Ну да, да. Ну вот конкретно мне очень нравятся конференции Гидры. Там прям очень много классных докладов, которые прям попадают в тематику моих интересов. То есть распределенные системы, распределенные базы данных, и прям хардкор. Еще я вот посматриваю на тех толки, которые появляются на Сигмоде. То есть это прям такая академия, оттуда приходит все новое, что рано или поздно реализуется в мире баз данных. Ну, это касательно моего круга интересов. Ну вот, кстати говоря, про наукоемкость. Я правильно понимаю, что нужно прям реально следить за развитием не только индустрии, но, наверное, науки в первую очередь для того, чтобы успешно реализовывать какие-то новые проекты и адресовать челленджи? Отлично я сказал? Адресовать челленджи вообще? Ну, академия нам на самом деле представляет новые подходы для решения привычных задач. И знать об этих подходах как минимум полезно. Но, к сожалению, с того момента, как выходит, допустим, очередной пейпер, описывающий новый подход, и до момента его практической реализации, порой проходит очень много-много лет. И это прям иногда бывает печально. Но, в принципе, следить за академией – это прям очень хорошо. Некоторые вещи там могут быть прям очень полезны. Ты вот интересный момент упомянул. Скажи, пожалуйста, кажется, что прямо сейчас в реализации есть некоторые идеи, которые были высказаны достаточно давно, но вот там только-только добрались, ну, там задача появилась соответствующая, да, или технологии доросли до того, чтобы какие-то специфические индексы реализовать, какие-то протоколы. Есть вот такие вот примеры из прошлого? Из прошлого? Ну, вот я могу, например, вспомнить Яндекс.Датабейс, который реализует Calvin протокол. То есть это относительно такая молодая вещь. То есть это пейпер, который был написан, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2016 году. В мире баз данных – это прям очень-очень недавно. Это вот. А в чем там суть, если в двух словах, для не специалиста? Буквально за полминутки. Буквально за полминутки это, наверное, будет сложно. Но суть в том, что Calvin предоставляет нам новый способ сериализации транзакций, когда мы можем все транзакции внутри базы данных сериализовать одним единственным способом, абсолютно консистентным, на разных узлах. И в таком варианте мы знаем, что у нас, ну, допустим, транзакция А идет строго за транзакцией Б, и всегда будет выполнена до того, как будет выполнена транзакция Б. И это нам полностью снимает любые проблемы с конкурентным исполнением транзакций. То есть мы получаем определенные гарантии консистентности? Да. С одной стороны мы получаем гарантии консистентности, с другой стороны мы лишаемся многих проблем, таких как взаимные блокировки ключей двумя разными транзакциями. Звучит весьма круто. Ознакомьтесь, вот новые технологии, да, иногда бывает полезно знать, как бы сидишь, изобретаешь там что-то на работе, а оказывается уже все есть в Яндекс.Датабейс. Вот такая крутая история. Это называется переиспользование кода. Да, наверное, наверное. Все уже украдено до нас. Причем лет 50 как. Да, старая такая история. Игорь, у тебя же сегодня вот доклад, мы уже несколько раз упоминали, в 8 вечера, буквально через, получается, полтора часа, да, доклад и дебют на G-Point. Вот, мы тебе пожелаем удачи в этом начинании хорошего доклада, хороших отзывов, хорошей дискуссии после. Обязательно приходите. Если мы тебе пожелали удачи, то ты должен обязательно вернуть ответочку и должен пожелать что-то нашим зрителям. Что-нибудь такое профессиональное, что-нибудь более-менее серьезное, но можно и несерьезное. Несерьезное? Ну, давай, жги. Да, ну, могу пожелать каждому участнику конференции написать свою собственную базу данных. Когда-нибудь. Когда-нибудь. И прийти к нам в компанию. Мы ждем вас. Ну, и напоследок какой-нибудь смешной, курьезный случай, который был у тебя в профессиональной карьере. Смешной, курьезный случай. Ну, там дроп датабейс. Вот когда-нибудь приходилось на продакшнете делать? Оптимизировать. Дроп датабейс. Подобного рода как бы были такие вот хорошие факапы. Например, из-за одного моего коммита, вот, чуть не упал однажды продакшн. Ну, это вообще такая очень распространенная вещь. Достойный вклад. Добро пожаловать в семью, Игорь. Да, достойный вклад, результаты которого мы лечили прям всей командой ночью на протяжении нескольких часов. Супер. Спасибо большое, что пришел и поделился. Это требовало определенной смелости. Это был Игорь Селиверстов. Мы разговаривали про базы данных. Игорь Селиверстов.